Сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, не упоминается печаль в Коране, кроме как с удержанием от нее или с ее отрицанием. И причина этого в том, что в печали нет пользы для сердца. Самым любимым для шайтана является то, чтобы грустил верующий раб, чтобы сбить его сходу. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, прибегал к защите Аллаха от печали. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, говорил, печаль обессиливает сердце. Ослабляет решительность и вредит воле. И нет ничего любимее для шайтана, чем печаль верующего. Поэтому радуйтесь, будьте счастливы, ожидайте лучшего и будьте хорошего мнения об Аллахе. Доверяйте тому, что у Аллаха, и уповайте на Него. И вы найдете счастье и довольство во всем. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, также сказал, не портьте радость печалью и разум пессимизмом. Успех высокомерием и оптимизм других, повергая их в разочарование. И не портьте сегодняшний день, думая о вчерашнем. И поверь, если Аллах не дал тебе то, в чем ты нуждаешься, то это только потому, что в отсутствии этого есть благо для тебя. И может быть так, что в то время, когда ты спишь, во врата небес будут стучаться десятки дуа за тебя. От бедняка, которому ты помог, или опечаленного, которого ты обрадовал, или проходившего мимо человека, которому ты улыбнулся, или кого-либо, оказавшегося в затруднительном положении, которое ты облегчил ему, и никогда не считая ничтожным совершение какого-либо благодеяния, один из праведных предшественников сказал, «Я взываю к Аллаху, когда нуждаюсь в чем-либо, и если Он дает мне это, то я радуюсь один раз. Если же Он не дает мне этого, то я радуюсь десять раз больше, потому что первый был мой выбор, а вторым был выбор Аллаха». Ас-Са'ди, рахмахуллах, сказал, «Жизнь коротка, так не делай ее еще короче тревогой, горем и печалью. Так будь же владельцем такого сердца, которое вдыхает счастье и довольство. Пусть Аллах сделает ваше время счастливым, и пусть Аллах простит нам наши грехи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok